Послевкусие от горя-концессионера Неверова, который чуть было не сорвал газификацию в щите, у людей выветрится еще не скоро. Будущие потребители голубого золота с опаской продолжают наблюдать за ходом работ по газификации. Яркий тому пример – микрорайон Майский, что находится во владении господина Турсобаева. Местные жители не понимают, почему газификация их домовладений проходит именно таким образом. Эти ямы находятся у нас 12-го числа, то есть вырыли их 12-го числа, оставили все. Дождик чуть-чуть пройдет, яма наполнится, они приедут, вычерпают эту воду, уедут. И вот так вот несколько дней могут приезжать. Я все прекрасно понимаю, что это строительство, это газификация, но нужно хотя бы знать рамки и нормы, как это все делать, как это все делать правильно. Администрация район Черновского района никак не реагирует на это. Люди по-прежнему продолжают жаловаться на невыносимые условия во время строительно-монтажных работ. Если раньше их игнорировали и администрация, и консессионер, то сейчас новое руководство по газификации готово отвечать на вопросы будущих потребителей. И главный волнующий четинцев вопрос, а не взорвется ли этот газ после запуска по таким трубам. Никаких опасений быть не должно. Трубы у нас предназначены именно для газа. Сварные соединения у нас проходят электросварными муфтами. Никаких протечек быть не должно и их не будет. По сдаче агломерации, по сдаче объекта у нас проходит опрессовка. Все акты стройконтроля и технадзора у нас все подкрепляется. Неоднократные проверки, прежде чем запустить в работу. Это труба невысокого давления. Давление там будет очень маленькое, порядка 0,03 атмосферы. Немаловажный момент – это сроки проведения земляных работ. На некоторых улицах траншеи стоят открытыми, а дороги заблокированными по несколько недель. Почему так? Сразу скажу, это дело в грунтах. На Рахово у нас песчаник. Здесь, в Черновском районе, у нас в основном глина, попадается скальник и промерзание грунта. Раскопка приямков и траншей проходит в несколько этапов. Мы докапываемся до льда, упираемся и ждем, пока немного оттает. И за несколько дней мы разрабатываем приямок. Упираемся, к сожалению, в промерзание грунта. Исполнители просят жителей микрорайона Майски потерпеть до 10 августа. Это крайний срок опрессовки газовой магистрали. После этого газовщики обещают привести улицы в нормальное состояние. На данный момент у нас введен особый режим. Мы работаем без выходных в полный световой день. Для того, чтобы успеть к 10 числу сдать весь Черновский район, опрессовать и заняться благоустройством проезжей части преддомовой территории. Обусловлено это тем, что здесь, в Черновском районе, мы будем производить первые пусконаладочные работы и производить первые подключения к домам. Специалисты также отмечают, что сроки газификации зависят не только от них, но и от будущих потребителей. Со слов исполнителей, не все люди готовы терпеть неудобства и мешают работам. Кто-то абсолютно варварски вырывает трубы, кто-то засыпает канавы, а кто-то и вовсе не чурается воровать имущество с объектов. Один из последних примеров – участок по адресу Майский 132. Неизвестные вытащили трубу из траншеи и бросили ее на проезжей части. Кстати, со слов работников, полиция до сих пор едет на вызов. Говоря техническим языком, образование микротрещин в местах электросварных соединений, муфт и седловых отводов. Если выразиться простым языком, это замена трубы, опрессовка, продувка всей магистрали, очистка полости трубы, увеличение время сдачи объекта. Хотелось бы обратиться к жильцам. Уважаемые четинцы, газификация зависит не только от исполнителя, но и от вас. Срыв сигнальной ленты, кража световых сигнализаций, кража трубы, засыпание приямков и вандальные действия вырывания, порчи имущества. Все это увеличивает время строительно-монтажных работ и сдача агломераций в срок. Виктор Соловьев, Иван Дементьев, Иван Корнев, ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова